ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Яркий фасад, удобные игровые площадки и даже метеостанция. Деснянские звездочки радушно принимают своих юных воспитанников. Второй корпус детского сада на улице Новозыпковской начали возводить в ноябре 2018-го. Рассчитан он на 135 мест, причем 80 для малышей ясельного возраста. Мы оснастили этот детский сад современным интерактивным оборудованием. У нас есть умный пол, с которым дети будут учиться, играя. У нас есть интерактивная панель, которая имеет безграничные возможности, с помощью которой мы будем обучать наших детей основам программирования. У нас закуплены современные конструкторы. Аделине год и семь. Вместе с мамой и папой уже осваивается в новом саду. Его открытия ждали с нетерпением всей семьей. Мы так долго ждали в нашем Фокинском районе детского садика, такого нового, такого чистого, яркого, красивого для наших деток. И очень рады этому событию, что есть такая возможность привезти самых маленьких деток в этот детский сад. Строительство и оснащение дошкольного учреждения обошлось почти в 100 миллионов рублей. Все это средства областного бюджета. Брянская область вместе со всей страной активно включилась в реализацию национальных проектов. Открытие этого сада – продолжение большой работы. Мы уже открыли и детский сад в Беженском районе, Светлячок, и в поселке Лапандино на 75 мест, где тоже предусматриваются места для детей в возрасте от полутора до трех лет. Хотелось бы сказать, что впереди на территории Брянской области такие же события будут происходить в ближайшее время. Это открытие детского сада в районе аэропорта на 270 мест. Такой же детский сад на 135 мест мы планируем в ближайшее время открыть в Суражском районе. Мы планируем открыть на территории Брянского района. Вот этот детский сад, он тоже построен в рамках национальных проектов образования. Построен полностью за наши областные деньги. И мы вот ту программу, которая сегодня есть в стране, когда строятся ясельные учреждения, а мы пошли немножко впереди все из России. Мы сегодня по многим рулениям и первые. По обеспечению жильем врачей мы первые. По строительству детских садов и ясельных групп 50 на 50, когда область 50% возмещает ясельными группами, пристройками. А там, где должен быть яслик, как здесь, мы еще и строим второй этаж, где находится и детский сад. Мы тем самым и экономим деньги, и увеличиваем количество наших дошкольных мест для наших детей. Но это не только детские сады. Это и дороги, это и строительство спортивных сооружений, и строительство больницы. Вот здесь вот, в Хокинском районе, будет построена поликлиника, она уже строится. В конце года она будет сдана, детская поликлиника, которую также жители Хокинского района, я думаю, ждали не один год. 250 посещений в смену, которые будут соответствовать самым современным стандартам области медицины. И данную работу мы будем проводить и упреть. То есть, те задачи, которые ставит перед нами президент нашей страны, мы сегодня реализовываем и будем реализовывать в дальнейшем, чтобы наши жители имели достойные условия жизни, воспитания детей. Школьные учреждения, спортивные сооружения. Сегодня у нас большая программа построить в каждом муниципальном образовании, чтобы это был бассейн, Ледовый дворец и Фок. И то же самое касается и города Брянска. Также вот в Хокинском районе будет построен бассейн. Сегодня город Брянск во многих стройках. Сегодня есть проекты, которые определил, национальные проекты определил президент, но и много проектов, которые определил губернатор области. Мы всегда поддерживаем на областной думе эти начинания. И нам надо с вами работать, чтобы до конца 2024 года в области освоить 36 миллиардов. Для гостей экскурсия. Каждая группа в своем цвете и со своим названием. Совята, бусинки, веселые ребята. Не просто игрушки, настоящие развивающие комплексы. Конструктор для программирования. Сначала наши дети будут выкладывать определенные алгоритмы. Они разные, алгоритмы бывают разные. Выкладывать на панели. А потом база будет считывать, и наш Валли будет путешествовать по полю. Интерактивная доска для занятий с ребятами постарше поможет усвоить новые знания легко и весело. Есть в этом детском саду даже умный пол. Куда нам нужно поставить Катю? У какого животного ребенка? Детеныш называется котенок. Снежный барс? Да, правильно. Тем временем в пищеблоке готовится первая партия выпечки. Современные печи, плиты, все продумано до мелочей. Пока будущие воспитанники осваиваются в игровых, родители изучают все детали детсадовского быта и готовятся к первому официальному дню в детском саду. Елена Лыщицкая, Максим Кузнецов. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова